Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Ну что, биткоин сегодня выглядит по-бычай, это, конечно, хорошо, но вот токен MCRT немного просел. Но ничего, бывает, в конце концов, если смотреть на месячный таймфрейм, то там токен MCRT выглядит неплохо. Тем более, что у нас много хороших новостей на проекте, мы уже залистились на бирже BitGet, и впереди у нас еще одна биржа Gate.io. Также вчера я был на лайвстриме с BitBoy, тоже очень было интересное мероприятие, поговорили о криптовалюте, о биткоине, конечно, о проекте MagicCraft. Ну и впереди у нас в проекте MagicCraft еще много достойных новостей, поэтому обязательно не пропустите и подписывайтесь на наши социальные сети. И что еще важного хочу отметить, то что очень хорошие объемы заходят в токен MCRT. С тех пор, как мы залистились на бирже, торговые объемы увеличивались на 50% примерно. Токен MCRT при этом держался довольно стабильно. Ну что ж, поговорим обо всем подробнее, сейчас давайте перейдем к техническому анализу по биткоу. Откроем графики. Что я хочу сказать, я являюсь основателем проекта MagicCraft, и у меня есть токен MCRT, но я ни одного токена еще не продал. И я хочу, чтобы токен MCRT стоил в конце концов 10 долларов. Мы хотим порвать просто как тузик грелку Axie Infinity. В общем, посмотрим теперь на биткоин. Как вы помните, максимум на биткоине в свое время был 69 тысяч долларов, но и с тех пор биткоин шел вниз, и теперь достиг уровня 20 тысяч долларов. Пока что биткоин плюс-минус держится на этом уровне, на 20 тысячах, но если он пробьет этот уровень, то может уйти и на 17,5 и рисовать там двойное дно. И вот от этого уровня 17500 мы можем уже увидеть отскок на биткоине. Конечно, биткоин может пролиться еще ниже, но если такое произойдет, думаю, что там тоже его очень быстро подхватят. На четырехчасовом RSI находится в средней зоне. Стохастик тоже находится в средней зоне. И сквизмоментум пока что в зеленой зоне, но перешел в серую. На дневном стохастик в перепроданности. Да, еще один интересный момент я вижу на дневном таймфрейме. Свеча молот тут нарисовалась. А это может быть бычий сигнал при некоторых обстоятельствах. Давайте посмотрим теперь на ботов, что они нам говорят. Биткоин-индикатор-бот пока что дает сигнал на продажу. Он дал сигнал на продажу, когда биткоин стоил еще примерно 25 тысяч долларов. Но и пока что не перевернулся в покупку. Возможно, биткоин-индикатор-бот тоже считает, что биток пойдет рисовать двойное дно на 17500. Криптогуру-бот тоже пока что в красной зоне дает сигнал на продажу. Но пока что, если посмотреть на четырехчасовой таймфрейм, биткоин находится внутри этого симметричного треугольника. Вроде бы выходил из него, но теперь возвращается обратно. Если вы вчера заходили в сделку по моей торговой идее, то я вас поздравляю, вы уже могли снять профит. Но посмотрите, какой прикольный момент, цена нас едва не выбила по стоп-лоссу. Очень длинная тень была на свече и почти-почти коснулась стоп-лосса, но, к счастью, не дошла до него. Так что по этой сделке можно получать профит. Отлично, все срослось, и сделка была удачная. Теперь надо подумать, что может произойти дальше. Я думаю, что если биткоин сможет оттолкнуться от верхней границ треугольника, то он выйдет вверх, в направлении 21 тысячи долларов. Но, честно говоря, такая вероятность не очень большая, потому что биткоин сейчас заходит обратно в треугольник, и там какой-то особой силы у него не видно. Но опять же хочу акцентировать на том, что время продавать с биткоин было, когда он стоил 69 тысяч долларов в ноябре прошлого года. А сейчас хорошее время покупать с биткоин, сколько бы он там ни стоил, 20 тысяч, 17, 12, в любом случае мы уже где-то близко к 1, и в долгосрочной перспективе можем получить профит на биткоине. Если вы собираетесь покупать с биткоин на этих уровнях, не заходите сразу на всю котлету, делите свой капитал и заходите в биткоин частями. Я вот сейчас смотрю на графики и понимаю, что сегодня, наверное, все-таки больше имеет смысл шортить биток для тех, кто хочет торговать в краткосрок. И целью по тейк профиту здесь может быть вот нижняя граница этого треугольника. Не забыть, конечно, поставить стоп-лосс, и я рекомендую рисковать в каждой сделке не более чем двумя процентами от своего торгового портфеля. Например, если у вас на торге отведено 1000 долларов, то не рискуйте больше, чем двадцатка в одной сделке. В общем, вот такую сделку я бы открывал на биткоине. Соотношение риск-прибыль получается 2,7, риск – 122 доллара и потенциальная прибыль – 332 доллара. Хотя, может быть, имеет смысл поставить чуть ниже тейк профит, потому что если биток пойдет вниз, наверное, он будет тестить недельную поддержку. И тогда уже соотношение получается 3,82, риск – 122 доллара и потенциальная прибыль – 469 долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на битке. Давайте немного отрегулируем этот треугольник. Актуализируем, что называется, график. Вот такой треугольник мы получаем теперь на графике. Это нисходящий треугольник, внутри него создается давление. И с такого паттерна мы обычно выходим вверх. И если такое действительно произойдет, мы можем померить расстояние, на которое выйдет биток из этого треугольника. Измерить по основанию. И что это у нас получается? Биток может уйти на 21 тысячу долларов. Ну, посмотрим, конечно, как будет развиваться ситуация. Это пока что сделочку, которую можно было бы открыть. Это более актуально в шорт, как я считаю. Но в любом случае, это каталокальная сделка. Но я обычно смотрю на рынок глобально. И еще раз говорю о том, что время продавать биткоин было, когда он стоил 69 тысяч долларов в ноябре прошлого года. А сейчас, на мой взгляд, лучшее время покупать биткоин, когда он находится в районе 20 тысяч долларов. 17 тысяч, 12, неважно. В общем, биткоин стоит дешево. Но при этом обязательно разбивайте свой капитал, усредняйтесь в долларах, и тогда средняя цена в долларах у вас получится очень привлекательной. В общем, посмотрели на биткоин, ну и теперь время перейти к токену MCRT, проекту Magic Craft. На MCRT сегодня, конечно, просадка, минус 7%. Мы занимаем в рейтинге криптовалют 591 место. И текущий маркеткап составляет 20 миллионов 700 тысяч долларов. Суточный торговый объем – миллион 297 тысяч долларов. И давайте посмотрим теперь на чарты от CoinMarketCap. За три месяца токен MCRT показал очень хороший рост. Он вырос практически в 10 раз. И пока что капитализация у нас не очень большая – 20 миллионов долларов. А, например, Axie Infinity имеет капитализацию полтора миллиарда долларов. Так что мы только начинаем. Тем более, что у нас добавляются новые биржи, на которых мы листимся. А в будущем их будет еще больше. И вот мы добрались до списка бирж, на которых мы сейчас присутствуем. Их тут с десяток. Одна из последних, на которых мы залистились – это BitGet. Ну и следующая на очереди – это Gate.io. Сейчас мы есть на MEX, PancakeSwap, Uniswap, SpookySwap, Radium. Что-то я не могу загрузить. Полный список. Странно, что не загружается у меня. Хотел показать вам полный список бирж, на которых торгуется токен. Посмотреть все рынки. Ну да бог с ним. Давайте прямо сейчас перейдем на PancakeSwap. Это один из самых простых способов, как можно получить с токеном CRT. Просто свапнуть одно в другое. 1000 USDT. И вы можете получить 74 033 токена. На 100 USDT вы можете получить 7423 токена MCRT. И также не забывайте о том, что вы можете отправить свои токены в стейкинг. Узнавайте все детали на сайте magicraft.io. И в данный момент за стейка на 451 миллион 737 тысяч токенов. APR составляет 28%. И 451 миллион токенов залочено в стейкинге. Это очень много. Это почти треть от общей циркуляции токенов. Перейдем теперь на твиттер проекта Magicraft. И здесь уже скоро будет 100 тысяч фолловеров. Сейчас 99 тысяч. Я думаю, что на выходных мы сделаем 100 тысяч фолловеров здесь. Очень активно растет комьюнити. И это, конечно, хорошо. В закрепе у нас есть трейлер. Вы можете посмотреть, как выглядит наша игра. Ну и вот, собственно, список криптовалютных бирж, на которых мы присутствуем. BitMartMex. Тут даже есть ссылочка на инструкцию, как что где купить. Что еще вам интересного показать? Ну вот как раз объявление о том, что мы будем леститься на gates.io. 5 сентября это произойдет, так что не пропустите это событие. И биржа уже сделала, кстати говоря, очень прикольный трейлер этого события. Да, листинг будет эпичный, я чувствую. Состоится это 5 сентября, поэтому обязательно не пропустите. Вот так выглядит бета-тестинг игры внутри нашей команды. Это запись со вчерашнего дня, когда мы собирались поиграть. Да, ну и на этом, я думаю, в общем-то достаточно на сегодня. Поговорили об основных новостях. Вчера я был на лайвстриме с BitBoy. Тоже было очень интересное мероприятие. Поговорили о криптовалюте, о биткоине. Конечно же, о проекте Magic Craft. Тоже пощупали эту тему и было интересное интервью. Не забывайте также присоединиться к телеграм-чату проекта Magic Craft. Здесь уже 46495 подписчиков. Да, ну и на этом, я думаю, действительно можно закругляться. Единственное, что напомню, если вы хотите торговать криптовалютой, можете зарегистрироваться на бирже Bybit по моей ссылке, которая есть в описании под этим видео. Также под видео есть ссылки на биржи, где вы можете купить токен MCRT. Всем спасибо, что смотрели. Всем желаю хорошего дня. Подпишитесь на канал, где уже 77 тысяч подписчиков. Подписчиков поставьте лайк. Мы только начинаем наше увлекательное путешествие в проекте Magic Craft. Только начинаем развитие проекта. У меня токенов MCRT на 7 миллионов долларов примерно, но я еще не придал ни одного токена и пока что продавать не собираюсь. Сейчас токен стоит копейки, а мы планируем поконкурировать с Exy Infinity. У Exy Infinity капитализация выше 1 миллиарда долларов, а у нас пока что 20 миллионов долларов, а на пике у них было около 9 миллиардов долларов. При том, что наша игра гораздо лучше. Кстати, давайте я вам покажу один твит, который я хотел показать и совсем забыл об этом. И что-то найти пока не могу. Ну да, вот оно. Какую игру вы бы играли, Magic Craft или Exy Infinity. MCRT пока что Market Cap составляет 21 миллион долларов. И вот так выглядит игра Magic Craft. А вот это Exy Infinity капитализация составляет больше 1 миллиарда долларов. И вот так выглядит Exy Infinity. К какому проекту вы бы присоединились? Ну что ж, на этом все. Всем желаю хорошего дня. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.